Семья и школа неотделимы. Школа – это не идеальный мир, и там существуют все те же проблемы, которые волнуют общество в целом. Одна из главных проблем в том, что в большинстве семей психологическое давление на детей просто в порядке вещей. Нередко крики превращаются в подзатыльники, говорят специалисты. Уже, мне кажется, лет 20 существует порядок в случае жестокого обращения, когда каждый взрослый, увидевший какое-то насилие в отношении ребенка, обязан сообщить об этом. И должны подключиться разные ведомства для того, чтобы прекратить это. Классный руководитель, учитель-предметник, школьный психолог – так должна строиться цепочка взаимодействия школьных специалистов, которые должны и могут вовремя увидеть проблему у своего ученика и помочь ему и его семье, считают психологи. В том числе и проблемы со здоровьем. Не уверена, что он будет расспрашивать, а ела ты сегодня или нет. Но если у ребенка подавленное настроение, если она изменилась физически или он, то понятно, что что-то с ним происходит. И тут можно не бежать, бить тревогу во все службы и инстанции. Можно просто подойти и простым человеческим разговором узнать, что с тобой происходит, что с тобой не так, и нужна ли тебе помощь. И предложить эту помощь семье. Следующий порядок проблем – нестабильная социальная и материальная ситуация в семье, потери родителей, развод или переезд. На ребенка негативно влияют все эти факторы. Даже смена школы может негативно сказаться на учебе и психике ребенка. И по-прежнему актуальна проблема ранней беременности. Она всегда была, и все зависит от того, как публично об этом говорят или нет. И тут тоже нужно понять, да, эти случаи были, есть, не скажу, чтобы это была эпидемия, но они постоянно обсуждаются на комиссии по делам несовершеннолетних, где присутствуют мои психологи. И тут очень деликатно, правильно нужно помочь этой семье, этой девочке, которая оказалась в этой ситуации. Не разбирать ее поступок как некое негативное явление, а именно помочь ей. Часто получается, что, заявив проблему в семье, именно школа может помочь ее решить, подключив социальные службы, медиков, службы занятости, органы опеки. Задача – не допустить самых крайних ситуаций. Когда ребенок ищет себя, когда он совершает какие-то в отношении себя неправильные действия, здесь тоже мы считаем, что вовремя, увидев проблему ребенка, мы решаем много-много проблем, не допуская, чтобы ребенок подумал о том, чтобы уйти из жизни, либо там сделать что-то, что противоречит социальным нормам. Самое обсуждаемое постановление КК по делам несовершеннолетних должно наделить школу полномочиями для взаимодействия со всеми необходимыми службами и поддержать семьи в неблагополучный период, говорят специалисты.